всем доброе утро у нас сегодня омлет на завтрак а что у вас напишите мне такая у меня сковородушка смазывать ничем не надо просто на сухую наливаешь или блинчики или омлет получается не жирно очень вкусно даже не чувствуется что нету масла на сковородке соль у меня здесь атыгейская такая вот видите нас приправами ну такой завтрак сегодня у моего мужа чего мне шведский стол помидорчики омлет зеленью хлеб домашний с маслом сыром моцарелла кашка с вареньем чай с лимоном я считаю что отличный завтрак ну а у меня как всегда морковка и яблоко все кушать подано вот ты же съел целую пачку корма что ты еще хочешь скажи мне вот что ты еще хочешь мясо нет сметаны тоже нет я схожу в магазин тебе принесу все хорошо кот все спрашивают почему маруся такая хорошая как вы его спитали мы и не воспитывали на кота не можем воспитать тринадцатый год мучает нас поезд и сидит и давай ему что хочешь да пуся же очень нехороший котик непослушный мурчит смотрите как некоторые пришли с покраски убокались за стол и поглощают последние вафли вчера нельзя было оторвать его от этих вафель какая начинка я ее не успела бы сделать целый день только эти роз сладкоежка но вы знаете я решила следующий раз что я буду не закручивать трубочки без начинки можно так вот кругленькие делать и даже легче будет промазать звучунки на так много крема но мне очень понравилось как одна женщина в комментариях написала что можно делать крем заварной вот не заварной проще всего сделать там он получается не жирный и вкусная вот на заварном остановилась не же не на туда масло пихать как ты как ты любишь килограмм не заварной это на молоке но в общем всем спасибо за комментарии вафли между прочим вкуснейшие вкуснейшие отменные а чем быть плохим если так разобраться масло яйца мука ванилин и сахар ночью им быть плохим масло 82 процента мука белая хорошая но тебе три мне две мне две вафли всегда у меня забирает плохой но вот такой у нас получился угол дома цвет совершенно не такой как надо но когда он высохнет он будет другой сейчас уже даже видно что он вот там где подсыхает она другое коричневато розовое но предупреждал меня технолог что цвет изменится на выкраске который мы были смотрели в магазине на выкраске он вообще был он другое желтый цвет желтый оранжевый он должен быть желто-бело-коричневый а он синий да но технолог меня сразу предупредил говорит что до свет сначала пока он не высохнет будет такой но проблема у нас тут другом дело в том что у нас ушел здесь целое ведро ушло на одну эту сторону одно ведро стоит 700 гривен почти это 20 долларов получилось бы конечно неплохо но сейчас ведро нужно докупить а дальше мы решили что мы не будем делать мозаикой другую сторону дома потому что по деньгам это выльется нам не знаю в какой ремонт поэтому будет вот так лицевая часть будет сделана мозаика конечно красиво 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 мне нравится но деньги большие получится почти 100 долларов тут будем делать розовым точно таким как и стена с тем ремонтом никогда них не угадаешь сколько тебе расходу предстоит конечно очень красиво когда мозаика ну сейчас еще будем думать еще подоконники надо докупить тоже статья расходов но это очень красиво получается сейчас у нас дилемма то ли купить еще четыре ведра и сделать красиво то ли затянуть его караедом и покрасить желтый цвет бюджет не выдерживает если честно просто не выдерживает а хотелось бы сделать красивенько и хорошо ложится караед ложился очень плохо а это мозаика ложится неплохо она смотри светлеет вот с каждой минутой но даже если она такой останется меня она тоже устраивает просто но как-то фиолетовая не туда не в красной гвардии нас еще напугали что это мозаика плохо ложится надо специалиста особого у которого рука набита в общем там говорили такое что жена даже затрепыхалась и сказала сможешь ли ты ее наложить оказалось на поверку она легче ложится чем караед кладется кладется да вы бочки и поэтому поэтому кто боится не сделайте без проблем в общем сейчас сейчас будем думать что нам делать как нам сэкономить сейчас отправляемся в магазин за недостающими стройматериалами решили взять еще одну банку вот этой мозаики на следующую колонну посмотрим может быть у нас уйдет меньше но 14 килограмм на полтора метра квадратных что это как-то много получилось у нас еще хотим взять краску на оконные проемы краска будет белая отправляемся вместе с вами а а а Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодня у меня на обед полезный лаваш к супу. Полезен тем, что у меня много зелени здесь, чеснок, лук. Один сырок, два яйца отварных. Но полезен еще приправами. Вот сюда еще я посыплю немножко куркумой. Куркуму нужно класть везде, где вы только можете. Теперь я еще из Турции привезла гранат. Это сушеный гранат. В Турции его добавляют в салаты, блюда, которые не подвергаются тепловой обработке. Очень полезная вещь. Я тоже добавляю понемножку в салат. Ну и кунжут. Кунжут хорошо добавлять везде, где только можно. У меня будет сегодня полезный, приполезный лавашик. Здесь еще ложечка майонеза. Одна только столовая ложка. Но майонез нужен для связки. Если вы не любите майонез, положите сметану. Если у вас нет сметаны, то можно оливковым маслом всю эту смесь сделать вкуснее. Ну, мне нравится ложечка майонеза. Теперь лаваш должен полежать. Ну, хотя бы час в холодильнике. Я люблю вот этот вот лаваш. Знаете, почему я его люблю? Потому что он нежный. Не такое жесткое тесто. И оно очень быстро соединяется с начинкой. Поэтому мне он нравится. Вот начальник в холодильнике. И бутерброды к обеду готовы. Субтитры подогнал «Симон»